Иисусу слава, Иисусу слава, Луна и песня над Схилом и Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, Спевая вильно Украина. Слава Иисусу Христу! На веки слава Богу Святому! Сегодня преображение Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа. И вчера вот как раз зачитывали фрагмент из Матфея. И вот сейчас снова хочу прочесть эти слова о том, как это все происходило, само это чудо произошло. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь трекущие. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда он еще говорил, сей облако светло осенило их, и сеглас из облака глаголющий. Сей я сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Аминь. Вот. И эти дни, вот начиная с сегодняшнего дня, неделю целую больше, размышления, рассуждения о преображении, о тайне преображения. Вчера собор. Я смотрю, что даже по просмотрам многие уже смотрели. Слава Богу, это замечательно. Даже ночью я вот утром проснулся, смотрю, заметно прибавилось уже. Думаю, слава Богу, кто-то еще посмотрел даже ночью. Это хорошо. Вот. И если вы сможете быть в Киеве в следующее воскресенье, 25-го уже получается, августа, то добро пожаловать тоже на служение и продолжение собора. Продолжим рассуждать о преображении как раз, и о служении, и также собор, как вот отец Максимского вчера, как он выразился, что собор, да не только собрание, да, вот Духа Святого собора, а еще как-то совещание, может быть, даже обсуждение каких-то, обсуждение планов, да, перспектив, в принципе, как вот Апостольский собор, да? Да, да. В деяниях описывается Апостольский собор. В принципе, да, вот это очень интересный опыт такой. Как раз собирание, собор и наше рассуждение, да, какие-то планы на будущее пред Богом. Да, то есть не просто встречи, обнялись, поговорили, а именно развитие, планирование. Планирование, да, развитие, планирование. Слава Богу. Господь да благословит всех нас, вот, и, а потом в понедельник следующий, получается, еду во Львов, вот, и добро пожаловать на служение во Львове. Объявление там более подробное чуть попозже, где, когда, там, во сколько, вот, но во Львове собираюсь тоже послужить, там, неделю, может, даже больше, может, даже две недели. Вот, начало сентября как раз тоже хочу встретить во Львове в самом. Пусть Бог благословит вас. Ну, и молимся о духовном пробуждении и в Украине, здесь, в Киеве непосредственно, вот, ну, и по всему лицу земли, слава Господу, благословляем здесь парк Киота, как раз вот именно. Красота. Он располагает уже как раз, да, уже? Островок, да, то есть, между двумя потоками машин. Да, да, здесь поток, там поток, здесь дороги. Большой город, но, шумный город, но здесь, как бы, такой небольшой такой оазис есть. Интересно. Вообще, хорошее место для прогулок, да, для молитв. Для размышлений, для утром просто прийти, почитать книгу, помолиться, выки, чашек, походите, и рядом, пожалуйста, и рядом. Слава Богу. Так что, кстати, если вы смотрите трансляции, если вы в Киеве, то приходите тоже на такую совместную общую прогулку, рассуждения. Я всю неделю здесь, в Киеве, с 6 утра, ну, до 7, где-то, около 7 заканчиваю, как раз. Вот, и часов 7 уже езжу, уже здесь, уже вот, в этом парке. Вот, и можно, вы меня увидите, даже если я без рясы, увидите меня по гражданке, да, узнаете меня. Вот, подойдете, помолимся, пообщаемся вот здесь, от метро Лисовна до метро Черниговска, прогуляемся туда, обратно пару раз так, помолимся. Вот, и здесь само место очень хорошее такое, красивое место, как раз вот, для таких молитв, рассуждений. Ну, а чуть позже уже приходят уже и рабочие, вот, как вы видите, уже, да, на что же, и немного суета начинается. А вот так вот, с 7, так до 8, так вообще идеальное время, как раз вот. Пусть Бог благословит. Так что, подключайтесь ежедневно, значит, с 6 до 7 в трансляции, а с 7 до 8, если возможность есть, и время у вас есть, то, позволяю, то, пожалуйста, приезжайте в метро Лисова, метро Черниговска, и между этими станциями парк Киода. Слава Богу. Вот, и молюсь за Беларусь тоже, за Минск. Вот тоже молитесь, друзья, нехорошо, получается, обещал, и так и не приехал я, вот, но Андрей, слава Богу, он приезжает, хотя бы вот раз в год. Раз в год, последний, последний, порой даже два успевал. Да, 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 так что весточка такая с Беларуси, с Беларуси, с Минска, слава Богу. Вот, а Яш как раз и в Гомель обещал слушаться, тоже нехорошо. А как раз раз в Гомель, там уже и Минск, уже рядом, уже. С Трийской километра. Да, там уже рядом совсем, да. Штатлеровские поездачи, с удобно, электрички скоростные. Ага, да, да. Тормальные. Хорошо, все, тогда с Богом, благоставляю вас всех. Компала, порву я.